всем приветики я уже записывал видео обзор на вот этот вот звуковой спектр и сейчас хочу записать отдельное видео про его настройки потому что в обзоре я не делал подробно по настройкам не проходился потому что я их толком еще не знал вместе с этим звуковым спектром где такая инструкция в которой расписано что как и расписаны его настройки и я хотел бы сейчас подробненько про ним по ним пройтись а именно нам эта инструкция говорит о том что этот звуковой спектр не стоит подключать к зарядникам к USB зарядникам от мобильного телефона потому что у него USB кабель сзади он подключается micro USB а дальше в USB и сказано что лучше не подключать зарядники от мобильных телефонов потому что у них может быть большой ток и из-за него этот звуковой спектр выйдет из строя и поэтому лучше подключать к компьютеру потому что у компьютера ток такой как нужен также сказано что аудио разъем этого звукового спектра тоже не стоит подключать к каким-то внешним аудио устройством у которых на которых тоже имеется но питание выше 5 вольт потому что это тоже может повлиять на чип этого аудиоспектра и испортить его лучше тогда если подключаете к каким-то аудио внешним ну внешним аудио устройством где напряжение выше 5 вольт там лучше использовать потенциометр и понизить его вот но дальше там сказано про то что вот за здесь кнопочка вот она кнопочка маленькая она на кнопочка нажимая на нее один раз вы просто переключаете режимы то есть вот если сейчас вот отключить наушники чтобы звук не играл хотя в принципе она и так не слышно получается вот вы когда включаете у нас начинает играть звук вы делаете вот громкости он она видна на компьютере сто процентов делаем ниже и здесь она уменьшается он соответственно она реагирует на звук чем громче выходит звук на этот аудиоспектр тем больше больше полосочки становится и вот сзади кнопочку нажимая один раз вы переключаете режимы то есть либо она будет вверх и вниз так ну так кстати некрасиво либо только верхние вот эти вот будут прыгать либо так мне так больше нравится когда звук прыгает и поднимает верхний верхний предел свой а потом когда он выключается эти вот верхние точечки они падают как бы вот падают за звуком это как бы верхний предел ну такие вот режимы здесь этот режим без верхних верхнего предела здесь верхний предел вверх вылетает это если вы просто один раз нажимаете коротко нажали отпустили а есть еще удержание нажимаете удержите одну секунду это устанавливает скорость как быстро она будет мигать и сейчас видно что вообще быстро мигает то есть эта штука быстро прыгает скорости 10 штук 2 3 4 5 6 7 8 9 10 все максимум теперь видно что он так уже не спеша прыгает а если поставить первую скорость как она стояла то видно было что они быстро прыгали и кстати все настройки имеют память все что вы настроите даже если потом отключите то снова включив настройки ваши запомнятся вам не нужно будет каждый раз настраивать то есть в один раз настроили все и она запомнит там где то есть своя память и она все эти настройки запоминает вот кроме скорости есть усиление то есть вот вы нажимаете вы держите уже три секунды она переключается на вторую полосу это уже усиление когда все не единичка от 1 до 7 красиво кстати смотрится когда вверху летает максимальный предел звука мне нравится когда есть вот эти штучки когда она просто как играет в две стороны она не красиво она красиво если был бы один цвет а здесь два цвета и когда без без верхнего предела она тоже некрасиво а с верхним пределом мне нравится когда он падает потому что ну когда звук выключается она падает так вниз не спеша это круто но когда звук небольшой ну то есть небольшая громкость она вылетает вверх тоже круто то есть вот сверхним пределом либо когда она падает вниз либо вылетает вверх реально круто смотрится так даже прикольнее тоже вот сейчас усиление стоит на единичке есть раз видно что полосы не высоко прыгают нажимаем держим 3 секунды она подрастает до двойки усиление здесь кстати всем раз можно сделать вот три раза сделали усиление 4 смотрим что получилось уже уже повыше прыгает не оставляю максимальное усиление 5 6 и максимальное усиление 7 все максимум ну вот она прям до конца прыгает хотя звук тихий она уже до конца просто все еще зависит от громкости я же не слушаю музыку на 100 процентах умею я обычно слушаю там на процентах и не знаю пяти десяти соответственно когда ставлю 50 процентов ну вот звук уже становится маленький и соответственно чтоб спектр выше прыгал и оставлю здесь усиление максимальное потому что на стопроцентная громкости никогда не слушаю вот так довольно таки прикольно когда она вверх улетает мне больше нравится вот такой режим когда она играет до дохода какого-то максимального предела добивать звук а потом звук максимальный предел падает пониже и она опять подталкивает до максимального так мне так как-то больше нравится ну так вот но такой как-то более привычный режим на скорость получается скоро ставлю максимум ну то есть чтобы она медленнее было 10 усиление 7 и есть последняя стройка когда вы нажимаете удерживаете 6 секунд это скорость это усиление а вот это какой канал будет играть только левый например соответственно вот сейчас выключить звук открыть настройки проверку у меня есть на компьютере проверка звука вы нажимаем левый канал сработало нажимаем правый канал не сработало потому что работает только левый канал опять же удерживаем 6 секунд он показывает что теперь будет отображать только правый канал то есть две линии будут отображать только правый канал вот нажимаем проверку левого канала на компьютере ничего не не происходит право вот сработало но тоже когда один канал работает это не круто но если у вас две такие штучки их же можно и 2 купить одну поставить слева с левой стороны другой с правой у меня сейчас возле монитора стоит вот здесь вот одна штучка но если купить две и одну поставить слева монитора другой справа то тогда естественно на одной ставишь левый канал на другой правый у тебя на одной стороне левый играть на другой правой тогда ну вот тогда это будет настройка очень полезно кстати чтобы если у тебя их несколько чтобы разбить на каналы но если одна то естественно мы сейчас нажимаем проверить левый к вы правой правый канал проверяем теперь левый работает прикольно в итоге у меня стоит такая настройка что он два канала усиление усиление ставлю максимум на 7 и скорость воспроизведения тоже максимум на ну замедляем на 10 10 максимальное замедление хотя тут главное не запутаться потому что нужно обсчитаться по моему это тоже было шестая вот эта седьмая все дальше скорость 5 6 7 8 9 10 все максимум ну и музычка теперь вот так что таким вот образом таким вот образом у меня работает вот этот спектр но это все его настройки получается именно я и хотел показать вам настройки потому что в прошлый раз во время обзора я не показал настройки и потому что мы получается только купил и сразу решил сделать обзор и естественно и настройки не знал разбираться прямо во время видео с настройками это долго а сейчас когда я уже отдельно отдельно разобрал ему посидел разобрался с ним я решил вот отдельно видео записать настройками и показать как как что и здесь работает ну и вот собственно все его настройки прикольная штука штука мне очень нравится но мне так стоит рядом с монитором и получается когда музыка играет у меня здесь вот отображается звуковый спектр и виден виден звук можно даже второй такой купить один будет получается стоять здесь а другой там и будет с левой стороны монитора а это с правой и тогда поставить настройку здесь правый канал а там левый и будет и там и там играть это реально прикольно будет прям реально будет визуализируется звук ты прямо глазами будешь видеть там левый канал мигает здесь здесь правый но мне пока одного хватает прикольная штука Реально круто Я еще настроил Раньше пока я не настроил Оно более-менее так быстро прыгало и не высоко А сейчас когда я уже разобрался с настройками Оно медленно так двигается И плюс усиление стоит максимум То есть медленно и высоко И это прям реально круто Оно так вот работает Ну приятный звуковой спектр Реально крутая штука Ну это все его настройки На этом все Теперь Для того кто интересуется Таким же устройством Теперь будет понятно Все его функции Все его возможности Ну на этом все Всем пока До вам